Здравствуйте, уважаемые коллеги! Предлагаю сегодня обсудить тему приёма педагогической техники дидактические игры. Думаю, вы будете не против, если на вопросы я отвечу в конце вебинара. Как говорил Бернард Шоу, если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обменяемся ими, то у нас будет два яблока. Яблоком древние ремни заканчивали обед. Мы нарушим эту традицию и начнём, но не с яблока, а с приёма осроченный ковидоскоп вопросов. Посмотрите на этот слайд. В чём преимущество этого приёма? А это проект диалога нашего будущего общения. Задаются векторы для размышлений, не навязывая своего мнения. Мы можем давать хитрые вопросы. Например, с какой скоростью я должен бежать сегодня, чтобы быть успешным завтра? Зачем проходят онлайн-курсы? Кстати, на седьмой вопрос мы разместили поезд, девушку, багаж на картинке. Это ключевые слова для ответа на вопрос. А мы с вами идём дальше. Векторы образования. Естественно, этот слайд не исчерпает всей полноты ответа на вопрос. Да мы такой задачи и не ставим. Заманчивое сочетание несочетаемого цифровые следы в обучении. В отличие от криминалистов, педагоги будущего не только будут проводить диагностику и анализ цифрового следа, но и проектировать вместе с учениками сбор цифрового следа. Новый дизайн школьных помещений уже сейчас можно видеть в Китае. Просторные залы, есть укромные уголки для индивидуальной работы. Искусственный интеллект возьмёт на свои плечи в будущем рутинную работу по проверке заданий, помощь в построении индивидуальной траектории в обучении. Знаний, информации столько, что нельзя будет её вместить в 11 лет школы. Нужно упаковывать смыслы, не использовать дополнительный ресурс в памяти человека. Чем же будет занят учитель будущего? Вероятно, он будет погружён в микро- и макролюнинг, длинную и быструю цепочку изучения и структурирования контента. А ещё воспитывающее обучение. Для учеников важно понимание явлений и процессов, что он учит математику и физику, чтобы изучать жизнь, а не живёт, чтобы изучать эти науки. Для начальной школы уже сейчас набирает обороты новая технология мультипликационная педагогика. Вызовут много, но главное остаётся внимание к ученику. Сухомлинский любил говорить «Ученик – это факел, который надо зажить, а не сосуд, который надо наполнить». Но если быть точным, то эта фраза была создана Плутархом. Давайте порассуждаем. Если человек при рождении пустой сосуд или белый лист, то тогда всё зависит от воспитания, опыта, от приобретённых освоенных знаний. Это если мы будем говорить в тезисах английского философа Джона Лока. А вот если ученик – сосуд, то его путь от зачёта до зачёта к виплому. Но если говорить в тезисах Платона и Аристотеля, ученик – это факел, то есть человек, уже содержащийся в божественной искре, которую нам нужно лишь зажечь. А вот как вы считаете? Можете написать в чат, кто прав – ученик – сосуд или факел? Но посмотрите внимательно. Рядом с картиной Матиаса другая картина – девятый вал Ивана Айвазовского. А может быть, есть и третий путь? Путь ученика в океан познания, а рядом педагог в руле Лоцмана, но не Боцмана. Тогда метафору факел и метафору сосуд мы можем заменить на слово сочетание, на слово проактивность. Что означает это слово? Оно означает ученика, который сам организует процесс обучения, обучение для себя. Итак, три слова. Три смысла роли ученика. Так какой же он наш ученик? Что его ожидает? Воспользуемся приемом педагогической техники. У нас сегодня такая тема с вами. Реальная история. Я сейчас эту историю вам расскажу. Путник, проходя мимо бочки, в которой жил Диоген, спросил, через какое время он дойдет до города. Диоген ответил – «Иди». Путник повторил свой вопрос и снова услышал – «Иди». Решив, что Диогена не добиться от лета, Путник пошел дальше. И тут Диоген крикнул ему в свет. «Ты дойдешь через полтора часа?» Удивленный Путник спросил, почему Диоген не ответил на этот вопрос сразу? «Я же должен был знать, как ты ходишь». Знание целевой аудитории, знание ожиданий учащихся, их возможностей – важнейший фактор успеха в процессе обучения. Образно ответил на этот вопрос Роберт Гривз. В стихотворении он острослов и думает быстро. Я тугодумываю и в своих словах сомневаюсь. Я думаю медленно, а он уже все скажет, а я еще только начинаю. Меня спасает моя медлительность, а он считает истиной все, что скажет. Я же познаю свое заблуждение. Итак, наши ученики разные. Они могут выполнять разные роли. Аналитика, исполнителя, связного, актера, адепта, острослова, тугодума. И нам надо будет с ним знакомиться. А теперь я прошу вас посмотреть на картинку. На рисунок. Я очень часто давала и ординаторам, и студентам, и педагогам, которые приходили на курсы, этот рисунок. Какие ассоциации появляются у вас, глядя на этот сюжет? Вот для меня это дорога познания. Здесь есть учитель, есть класс, но учитель почему-то не смотрит на детей, а дети не смотрят вперед на дорогу. Отсюда и проблема. 21 век, век изменения скорости и плотности информационной среды. А большинство учеников привыкли поглощать готовые знания. Им мешает клиповое мышление. Значит, нужно умение учиться и учить. Много информации и плохая память. Значит, нужны графы, семантические сети, умение структурировать и визуализировать учебный контент. Вспомним еще одну притчу, в которой путешественник встречает трех людей, занятых строительством храма, и задает им один и тот же вопрос. Что ты делаешь? Первый отвечает, несу камень. Второй, зарабатывай себе на жизнь. Третий, строю франский собор. Согласимся, что важными факторами в процессе обучения, современного обучения, являются цель и мотивы учения. Этажи обученности. От этажа к этажу ведут ступеньки. А мы продолжаем отвечать на вопрос. Какой он, наш ученик в обработке информации? Какие роли выполняет? Ролей немного. Этажи обученности мы будем рассматривать с позиции умений ученика учиться. А что понимается под этим магическим словосочетанием? Умение учиться. Работа с информацией. Перевод в личностные знания. Перевод знаний в умения. Вот здесь на картинке изображены уши. Это маленькая история комментарии. Я сегодня позволю ее рассказать. Суть ее вот в чем. Вождь приводит свой народ к водопаду и говорит. Это водопад. Все оттопыривают уши и отвечают. Что-то шумит. И так изо дня в день. Роль ученика в обработке информации на первой ступеньке. А роли никакой здесь нет. Он копировальщик. Он читает, запоминает и забывает. То есть рабская привязанность к чужому тексту. Ну и расскажу еще вторую историю. Здесь фрикадельки. Муж жену спрашивает. Почему ты делаешь котлеты разной формы? На что она отвечает? Ну надо же как-то разнообразить наше питание. Роль ученика – перестановщик. Он часто с рабской привязанностью к тексту. Обязательно его выучить, зазубрить. Следующая роль – схематизатора. Она уже более продвинутая. Эта роль – связиста. Там не только чужие фразы, но еще умение агрегировать их. Новатор соединяет чужой текст со своим схемой в графе. И на вершине этой лестницы, этих этажей у нас с вами находится творец. Творец личностного, нового знания, обучения, самовоспитания. Он мастерски отбирает, структурирует информацию. Он понимает, что главное – не знание, а понимание. Что не запоминание рождает умение применить знания на практике. Кстати, есть еще притча, раз здесь написана притча, мы используем ее как прием педагогической техники. Она будет такова. Учитель сказал лучшему ученику – возьми эту книгу. Здесь все, чему я тебя учил. Эту книгу я получила своего учителя. Теперь я передаю ее тебе. Это книга – наследие. Ученик с почтением взял книгу, а затем отошел к очагу и бросил ее в огонь. Все присутствующие вздрогнули. Их охватил ужас. Они не могли поверить своим глазам. И только учитель улыбнулся и торжественно произнес. «Я горжусь тобой, мой ученик. Ты понял, что в этой книге ничего нет. Слова пусты. Я вижу, что ты постиг мое учение. Никто никогда не должен рабски следовать по протаренному пути. Познав опыт другого, мудрец всегда идет по жизни своим собственным путем». Каким? И здесь мы с вами встречаемся с приемом педагогической техники, дороги, которые мы выбираем. Что мы видим? Мы видим проблемное поле. На этом проблемном поле обозначена проблема. «Не хочу учиться». Для того, чтобы решить данную проблему, мы с вами можем использовать прием «Вопросы цепочки цицерона». Почему ты не хочешь учиться? Чему ты не хочешь учиться? Когда ты не хочешь учиться? Как ты не хочешь учиться? Мы помогаем ему первые шаги сделать, показывая задачи, которые надо решить по образцу. Но ему уже не хочется. И тогда он может опять попасть в стан людей, которые не хотят учиться. А будут ученики, которые попробуют сами. У них появятся стимулы, новые горизонты на этой дороге. Вот здесь я хотела воспользоваться еще литературным приемом Януша Корчика и озвучить вам прием педагогической техники, когда я снова стану маленьким. Первый урок из дневника школьника «География». Учительница вызывает Володю Семенова. Он путается, мяблит, класс шумит. Нам всегда говорят, что надо слушать ответы товарищей. Но как слушать человека, который плохо знает? А таких в классе много. Наши учителя больше всего занимаются слабыми учениками, а я средний. И мне внимания меньше, а им больше. Обидно. Второй урок. Литература. Начало три человека подряд отвечают на изусть стихотворения. Я вчера весь вечер его учил. Доучил до того, что слышать больше не могу. А тут три раза подряд. Я не могу. А каково учительница? Третий урок. Математика. Он начинается оживленно. Учитель дает всему классу вопросы на соображения. Но я, как всегда, немного опаздываю. У меня только начинает что-то намечаться. А уже некоторые ученики подняли руки. Но истории меня вызвали. Я знала урок, и мне так хотелось рассказать получше. Я не люблю пересказывать словами из учебника. Мне нравится говорить по-своему. Но когда я останавливалась, Нина Петровна досказывала за меня. В общем-то, она поставила мне четверку, но все-таки обидно. Не удалось все рассказать самому. По дороге домой я думала, почему я так устала в школе? Ведь на уроках почти ничего не делала. Ну, закроем дневник нашего ученика и вернемся в наше реалии. Ожидания учеников разные. Кто-то движется к медали. Есть и метрофанушки, которые не хотят учиться, а хотят жениться. А у кого-то из учеников папа силен в математике. Но у каждой страны есть две медали. Бесспорно, советская школа давала не только хорошее и прочное знание, но и воспитывала. Успехи советской школы – это приеда удающихся ученых, инженеров, изобретателей, учителей и очень хороших людей. Но мы вернемся сейчас к нашим приемам. Перед вами прием «Педагогический анамнез». Более 20 лет, работая в Сеченском университете со школьниками, я давала эту анкету, даже преподавателям давала. И вот возьму последнюю статистику. Из 700 отечественных иностранных ординаторов, изучавших педагогику в Сеченском университете, с ответами на эти вопросы не справился, к сожалению, ни один человек. А какие это? А надо было продолжить. Что такое процесс учения? Что такое процесс преподавания? Что такое процесс обучения? Я вам советую использовать этот прием. Он очень эффективен для того, чтобы посмотреть, а насколько наши ученики могут учиться, насколько они понимают свои термины. И тогда вы, наверное, тоже можете удивиться некомпетентности учеников в деятельности, которой они занимаются более 10 лет. Они иногда не знают, что процесс учения – это целенаправленная деятельность ученика, что преподавание – это целенаправленная деятельность педагога. А обучение может быть успешным только тогда, когда есть сочетание учения с преподаванием. А граф – это не титул. Важный вопрос. Кто же виноват в том, что ученик не умеет учиться? К сожалению, в школах нет такой дисциплины, как умение учиться. И вот приходится каждому ребенку изобретать велосипед. Мы с вами живем в удивительное время. Два миллиарда школьников из 165 стран мира ушли в дистанционное обучение. Вызывая времени, диктуют новые правила. Сегодня как никогда надо уметь учиться и учить. В эпоху информационной насыщенности проблема компоновки знания и оперативного использования приобретает колоссальную значимость. Здесь на сайте еще есть небольшое дополнение. Вы можете взять листочек и перечислить свои действия в процессе обработки учебной информации. Но перечислить их надо будет в глаголах. Когда я давала это задание своим ординаторам и школьникам, то они часто писали «Читаю», «Запоминаю», «Зубрю», «Рассказываю», а потом «Забываю». Согласитесь, что это не всегда эффективно. И сегодня на нашем вебинаре мы попробуем посмотреть эффективные приемы педагогической техники для того, чтобы уметь учиться и учить. Перед вами слайд «Сравним вам решать». Наверху записана линейная информация, то есть текст. А если мы посмотрим с вами на нижнюю часть этого слайда, то мы увидим, что здесь тот же самый текст, но он уже представлен в форме схемы. Такая форма линейной записи или схематичной, визуальной вам наиболее приемлема. Линейную записанную информацию сложно запомнить, а схему довольно-таки легко. Почему же все-таки ученики так рабски привязаны к записи в строчку? Ну, может быть, потому что действует сила привычки? Воспользуйтесь с вами сейчас машиной времени и заглянем лет на 50 назад на урок по одной из школ. В ней, как и во всех других школах, урок 45 минут. Учитель прикован к четырем тактам, опрос, объяснение нового, закрепление, задание на дом. А что же наш ученик? Ответим на этот вопрос словами Сергея Краснянского, написавшего стихотворение «Сентиментальная прогулка внутрь». Ученик, как на плаху, выходит к доске, две шпаргалки запрятаны в левом носке, отчужденность в глазах, глубже спрятать свечу, я идти не хочу, не хочу, не хочу. Ведь меня не зовут, чтобы любить, чтобы лечить, а зовут уличить, уличить, уличить. Вам не нравится эта картина, как крик? Класс, учитель, зевота, стоит ученик. Как мне вам объяснить, чтобы смогли вы понять, что нельзя вам не строить его, не ломать? Как нельзя изготовить цветка, лепесток, если в вашей руке молоток, молоток? Итак, когда-то я сочиняла сказку, как Иван Царевич искал учителя, чтобы сказать, что в школе будущего не нужны нам учителя по имени скучный прокруст, самовлюблённый нарцисс. Современный мир быстро меняется. И вспомним, например, профессия наездник существовала более тысячи лет, а сейчас её нет. Профессия водителей скоро тоже будет не нужна, но во все времена будет нужен учитель. Он может воспитать не только человека, способного к критическому умышлению, самостоятельности, ответственности, но и сохранить в детях естественную тягу к знаниям и умениям. Увлекаться к новым витку в обучении нам помогут вопросы и из отрочного калейдоскопа типа школьники и педагоги жертвы суррогатного обучения или пионеры будущего. Вероятно, ответ, конечно же, нет. Мы с вами должны искать разные способы умений учиться. И следующий наш приём, он довольно-таки простой, он называется «Вольвакс» или «С миру по нитке». Вы посмотрите, пожалуйста, на этот текст, на образ, на ключевые слова и этапы. Для того, чтобы учиться, многим нашим ученикам надо начать с индивидуальной работы. И для этого им даётся вопрос, а что там учёные открыли? он начинает искать информацию на этот ответ, на этот вопрос, пытается визуализировать информацию, готовит эту визуализацию и отдаёт её для групповой работы. А там анализ ответов, мозговой шкультурм и решение проблемы. Мы с вами на сегодняшний день можем говорить о том, что один приём довольно-таки маловато для того, чтобы идти по пути совершенствования в нашей профессии. Поэтому надо использовать интеграцию целых приёмов. И когда мы говорим об интеграции, то, естественно, должны будем задавать вопросы. Зачем? Ну, для того, чтобы выявить какое-то скрытое сравнение. А как мы это будем делать? Ну, мы можем это делать в виде схем, тематической сети, графа. С какой целью мы будем заниматься визуализацией информации? Для того, чтобы появилось личностное отношение к этому какому-либо тексту. И сейчас я вас попрошу взять листочек, и мы попробуем на практике поработать и сделать маленькие открытия в своём познании и работать с графом. Пожалуйста, напишите на листочке пять слов. Папа, скамейка, двойка, сын, ремень. Задание. Попробуйте соединить эти пять слов в форме схемы или графа. Вы меня спросите, что же такое граф? Вы все видели схему метрополитена московского? Ну, там есть ошибка. Они написали схему метрополитена. Правильнее было бы сказать граф метрополитена. Почему? Потому что граф это ключевое понятие во взаимосвязи. Графом является пищеварительная система, нервная система, звёзды на небе тоже можно расположить в форме графа. В форме графа можно представить любую информацию. Итак, граф это ключевое понятие во взаимосвязи. Я прошу вас попробовать и соединить эти пять слов при помощи визуального мышления. А пока вы пытаетесь, я расскажу вам о том, что визуальное мышление, этот термин был представлен Рудольфом Анхеймом и была дана задачка. Петру и Павлу задали задачу такого рода. Сегодня 11 часов 18 минут. Сколько времени будет через полчаса? Пётр серьёзно подошёл к этой задаче. Он начал думать 60 минут разделить пополам и так далее, так далее. А Павел сделал очень просто. Он разделил циферблат часов и сразу же увидел правильный ответ. Согласимся с великим учёным Лурией, который сказал о том, что исследуя познавательные процессы, можно выделить ум, который работает с помощью зрения, то есть умозрительное. И конфуцием. То, что слышу, забываю, то, что вижу, запоминаю, а то, что делаю, я умею. Итак, мы с вами работаем над заданием, которое должно соединить пять слов. Кстати, вы можете выяснить, кто вы сейчас, пессимист или оптимист. Ну, не будем тратить время и перейдём к следующему ответу. Я выполнила это задание и вы можете на него посмотреть. Что мы видим? А мы видим, что на одном уровне у нас есть папа и сын. Почему на одном уровне? Ну, потому что они люди, они родственники. У папы может быть ремень, у сына может быть двойка и сядут они на скамейку. Это первое левополушарное визуализация учебной информации. Но есть ещё и правополушарное посмотрите на картинку. Папа с сыном сели в лодку двойку и привязались ремнём на скамейке. Сели на скамейку. То есть оказывается для нашего процесса учения очень полезно бывает обрабатывать информацию по-разному. И тогда мы начинаем с вами совершать открытие. надеюсь вы тоже сегодня совершили некие открытия. Следующий приём педагогической техники анатомия текста. Смотрите пожалуйста я дала здесь три фрагмента. Первый фрагмент я его дала из своей книги «Диодактические умения». Вы потом увидите её в конце слайда в конце нашей презентации вебинара. Она неудачная. Она очень подробная. Она совсем ненаглядная. Но я поместила картинку для того, чтобы мы могли посмотреть как в эволюции мы начинаем визуализировать учебный текст. Вторым более высоким уровнем будет уже появление схемы которая представлена здесь. Но мы с вами идём дальше. Посмотрите пожалуйста на приём педагогической техники «Учимся учиться». Что я сделала? Я дала задание в своё время своим слушателям такого рода. Есть слово движение. Попробуйте найти к этому слову как можно больше различных ассоциаций и построите ассоциативные треки. Многие писали так. Движение стрелочка автобус, движение вторая стрелочка троллейбус, движение третья стрелочка электричка и так далее. Но согласимся, что это всё про одно и то же. Поэтому для того, чтобы развивать умение работать с ассоциативными треками, необходимо будет делать это в форме кластера. Ну, например, транспорт. А там дальше мы можем с вами уже делать какие-то развилки. Но здесь важно ещё будет поработать с ассоциациями. А транспорт бывает какой? Транспорт на земле, транспорт на воде, транспорт в воздухе. Или слово клетка. Ведь в клетке тоже есть движение. Движение воды, органических веществ. Клетка ассоциируется ещё с тетради. То есть это небольшое упражнение, которое позволит нам с вами учиться визуализировать информацию. Думаю, оно вам понравится. Следующий приём педагогической техники. Каков вопрос, таков ответ. На этом слайде даны три аспекта. Познакомьтесь, пожалуйста, с этим материалом. Думаю, что вы согласитесь с тем, что от того, каким мы задаем вопрос, такой получаем ответ. Лучше, когда ответ бывает аргументированный. Следующий приём, о котором хочется сказать. К сожалению, мы больше аспект уделяем процессы обучения, а на мой взгляд, мы забываем о воспитывающем обучении. И для этого предлагается проблемно-модульная визуализация, технология визуализации учебной информации. Вы, наверное, на этом графе увидели Александр Сергеевич Пушкин, сказка, главный персонаж старуха-старик Золотая Рыбка. И хочется спросить «А как вы считаете, почему рыбка, которая может построить дом, изменить статус, не может выбраться из него, да, скорее всего, она может это сделать, значит, она не так просто пришла к старику и старухе. Это философская сказка. Её анализ позволяет рассмотреть те аспекты, которые на сегодняшний день для человека скрыты. Если он пойдёт по пути потребителя, то он придёт к разбитому корыту. Если он ничего не делает, а хочет заставлять кого-то делать, то опять будет для него фиаско. Почему старик терпит несправедливые нападки и старухи? Кто он? Задавая различные вопросы, мы с вами начинаем идти по пути анализа своих проблем, анализа проблем, которые нам показывают, проблем, которые показывают решение нам в нашей классике. В процессе визуализации я очень часто использую эссе. Но эссе, вы сами понимаете, это рассуждение. Если мы возьмём и к нашим рассуждениям ещё сделаем визуализацию, то из нас получится замечательный оратор. Глядя только на эту страничку, мы можем рассказывать, не волнуясь, не переживая о том, о чём мы написали. В данном случае это эссе, которое написал слушатель курса и она его очень хорошо структурировала. размышления над прочитанным. Сотни лет назад босоногий мальчик в риме крикнул «Эй, сеньор, зачем вы стучите по этому камню?» Микеланджело лезвину и ответил, потому что там внутри ангел и он хочет выбраться наружу. Графы тоже помогают выбраться наружу. И когда мы начинаем читать, ознакомиться с баснями Крылова, например, то мы можем ещё и подумать о другой, о скрытых смыслах, которые там представлены. Это также будет очень полезно для того, чтобы идти по пути развития. Урок. От него никуда не уйти. И я предлагаю вам сейчас посмотреть на слайд, который называется «Граф к уроку». Его создатель Иван Юрьевич Качалов, слушатель курса, который я проводила по приёму педагогической техники. Я ему очень благодарна. Он учитель биологии. Смотрите, как он грамотно подготовил всю визуализацию к этому уроку. то есть мы можем с вами разместить схему или граф, в который будет прописана вся наша тема. Она может дополняться, изменяться. Если ученик научится работать по созданию таких графов, то он будет успешным учеником. Сейчас я вам предлагаю посмотреть на мою работу. Это граф о педагогике. Я очень часто просила ординаторов сделать граф по медицине. Можете ли вы сделать на одном листочке граф, посвященный всей медицине? Нет, нельзя. А вот я могу сделать граф, посвященный всей педагогике. Это оказывается очень все наглядно. Кто у нас здесь есть? У нас есть ученик, есть преподаватель. У них есть цель. Какая цель? Развитие, обучение, воспитание. Но это не конечная цель. Впереди саморазвитие, самообразование, самовоспитание. Чем занимается педагогика? Она занимается методологией, методами. Она рассматривает формы организации, содержание, средства обучения, дидактические принципы. и все это работает на результат. Когда ученик читает книгу, то ему может помочь такой прием педагогической техники, как заметки на полях. Это не значит, что он будет рисовать на книжках. Это берется лист бумаги и начинают создаваться краткие записи, которые будут дополняться, но которые помогут структурировать эту информацию. Думаю, что этот прием также может вам пригодиться для дальнейшей работы с текстом. Я очень люблю модели. Эту модель сделала моя студентка. Она занималась обучением социальной педагогики. И вы видите здесь правополушарную обработку информации. Есть социальные работник и есть враг этого социального работника. Чем они играют? То есть модель это искусственно созданный объект. Он отображает в простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи, отношения. Но он позволяет нам с вами думать. Он позволяет нам с вами рассуждать, оторвавшись от авторского текста. Вот эту картиночку я показала вам для того, чтобы сказать о том, как не надо делать. К сожалению, когда я просила визуализировать информацию, мои студенты очень часто делали подобное. Трата времени, сил и абсолютно ненужная работа. Нельзя заниматься визуализацией в таком варианте. Это мое глубочайшее убеждение, попитанное практикой. Для того, чтобы нам с вами быть успешными в процессе познания, предлагается прием педагогической техники цветовая рефлексия настроения. Этот прием также давно уже прошел пробацию. Его можно разбить на три составляющие. До работы или в начале работы, в процессе и после окончания. Есть цветовая гамма. Она расписана на этом слайде. Вы, допустим, общаетесь на какую-то тему с учеником, а он отмечает цветом, насколько ему комфортно при изучении данного материала. Думаю, что цветовая рефлексия настроения это не первая рефлексия, которая, не единственная рефлексия, которая позволяет нам идти по пути обучения ученика. и на курсах мы с вами будем говорить о разных рефлексиях и учиться их создавать. Потому что без рефлексии на сегодняшний день очень трудно осознать свои проблемы, понять пути, по которым мы должны будем идти, выявить перспективы, барьеры, сломать и идти к успеху нашей деятельности. вторая составляющая, о которой я хотела сегодня сказать на вебинаре это дидактические игры. Их очень много, более 50 игр я разработала в процессе обучения школьников и студентов. Их можно делить по актуализации знаний, по контролю знаний. Сегодня нет такого количества времени, чтобы можно было рассказать о каждой из игр. Я приведу несколько примеров. Вот замечательная игра, а не будете ли вы так любезно сказать. Обычно, когда мы с вами занимаемся фронтальным опросом, то есть мы выходим и начинаем спрашивать либо людей, которые поднимают руки, либо тех людей, которые опускают головы. А лучше всего использовать их потенциал. Тогда идет игра, а не будете ли вы так любезно сказать. Суть ее заключается вот в чем. Я подхожу к студенту, например, и говорю, а не будете ли вы так любезно сказать, допустим, педагогика. Студент не отвечает, потом поворачивается к своему однокурснику и тот же самый вопрос, а не будете ли вы любезно так сказать, что такое дидактика и так далее, и так далее. То есть по цепочке. А что делает учитель в это время? А учитель смотрит, какой уровень задается вопросов, а он смотрит, как отвечают, насколько они готовы. И если студенты знают о том, что будет проводиться игра, не будет ли так любезно сказать, то, уверяю вас, они будут готовиться к нашей лекции, к нашей встрече. Есть дидактический марафон, колумба науки. Мне очень нравится игра «Великолепная семерка», «Восточный базар». О их технологии, их сценарии я расскажу на курсах. Но могу еще рассказать о игре «Часы назначаем свидание». Цель этой игры – контроль самостоятельной работы. Представляете, вы задаете задание, задание будет сводиться вот к чему. Подготовить серию вопросов для того, чтобы прийти на занятия. Рисуется циферблат. Допустим, на циферблате будет три часа. Час, два и три. И перед этим занятием ученики подходят друг к другу и назначают свидание. На час кто является человеком, который спрашивает, и он ищет того, кто ему будет отвечать. На два, на три и так далее. А потом они меняются. То есть таким образом, когда мы приходим к ним на урок и начинаем игру «Часы и назначаем свидание», у нас уже прописаны все контакты друг с другом. И остается только реализовать цель – это контроль самостоятельной работы по закреплению, систематизацию знаний и коммуникативных умений. А еще мы с вами говорим об интересе учебно-познавательной деятельности. Дидактических игр много, и позвольте, я не буду останавливаться на них. Если вы захотите, вы всегда можете найти их сценарий моих, например, книгах. Следующий аспект мы говорим сегодня об ученике. И давайте посмотрим на семь шагов на пути ученика. Какие-то шаги. Первый шаг, естественно, начинается с мотивации. Мотивация какая, внутренняя или внешняя? Если внешняя, то меня интересуют оценки. Если это мотивация внутренняя, то, значит, меня интересуют знания. у меня есть естественные проблемы, мне надо организовать поиск решения этих проблем. Мотивация, например, сформулировать. Очень сложный момент сформулировать проблему. Для того, чтобы формулировать проблему, нужно тоже потратить довольно-таки много времени. Это знание с незнанием. Затем мы начинаем рассматривать эту проблему, искать ответы на нее и обязательным пятым шагом является рефлексия, то есть анализ нашей деятельности, анализ процесса, анализ результата. Для чего нужна будет рефлексия? Для того, чтобы проектировать будущее, будущую работу. И последнее опять рефлексия. Рефлексия, рефлексия, есть у нас такой прием. Обернуться, посмотреть, оценить пройденный путь и с радостью шагать дальше. Очень хотелось познакомить вас с советами у ученика на этом слайде они представлены. Но я буду говорить о Макаренко. Антон Семенович Макаренко ввел понятие педагогическая техника. Под педагогической техникой у него стали рассматриваться такие мелочи, как стоять, как сидеть, как подняться со стула, как выйти за стола, как повысить голос, как усмехнуться, как посмотреть. Он репетировал слово да и нет с разными интонациями. Он знал, что воспитывает все. Люди, вещи, явления, но прежде всего люди. Советы бывалого ученика, они помогут нам учать других учиться самим. И знать о том, что плохой учитель преподносит истину, а хороший учит ее находить. Это хороший учитель, а есть еще другой прием. Он называется прием педагогической техники или советы вредного учителя. Я его назвала этот прием педагогической версии. Прочитайте, пожалуйста, совет первый. Заставьте кинестетику сидеть на уроке неподвижно, когда он ничего не запомнит, и вы ему с удовольствием поставите двойку. Совет второй. Отнимите визуал листок и ручку, тогда он ничего не напишет, не нарисует и запомнит, и вы с удовольствием поставите ему двойку. Совет третий. Совет четвертый. Совет пятый. Вот этот прием педагогической версии, он позволяет понять очень многое в деятельности педагога с учащимися, познакомиться с диагностикой и анализом их диагностика ученика, но ведь нужна еще диагностика педагога. Вы, наверное, знаете тест Павлова, он сводится к тому, чтобы выявить право, лево или равнополушарная стратегия у вас доминирует в обработке информации. У нас есть с вами девять слов. Вот у вас, если под руками листочек, то попробуйте распределить девять слов в три строчки по какому-то определенному критерию или показателю, который для вас характерен. А ответ на этот тест я дам вам в конце нашего сегодняшнего вебинара. Итак, слова перья, карась, бегать, шерсть, орел, чешуя, летать, овца, плавать. В плане диагностики очень важно появляется еще и ответить на вопросы, которые предлагаются, допустим, здесь. На что вы больше всего обращаете внимание, в первую очередь, на тексте рисунок, а на картине «Утро в сосновом бару» Шишкина вы видите, кого больше, мишек, деревья или мишек на дереве. Существует очень много диагностика и анализ, анализа для того, чтобы понять, какая у нас ведущая стратегия в обучении. Но мне хотелось вернуться к осроченному кальдоскопу вопросов. Там есть вопрос, почему Леонардо да Винчи, человек без книжного образования и Сократ, который не умел читать, стали гениями. Кажется, для того, чтобы стать великим, можно попробовать начать задавать себе и другим нужные вопросы, проявлять любознательность, внимание к деталям, креативность, наблюдательность, любить продукты, быть чувствительным к новизне, ну и, естественно, от вовлеченности в деятельность, к поглощенности этой деятельностью. Вот мы с вами сейчас перешли к удивительным людям, учителям, учителей. На первом месте здесь стоит Сократ. В искусстве маевтики его еще никто не превзошел. Умение так выстраивать беседу, чтобы ученик сам нашел ответ, это великий талант. Христиан Вольф, учитель Ломоносова. Очень интересный парадокс. Ученик превзошел своего учителя, но остались они все равно друзьями. То есть Ломоносов опроверг теорию, которую выдвигал Христиан Вольф, и тем не менее они сохранили на всю жизнь дружбу. Учителем Николая Лобачевского был Григорий Карташевский, о котором Лобачевский написал так «Искусство воспитателей». Знаете, в чем оно? Открыть гений, обогатить его познаниями, дать свободу следовать его обнушениям. Я был учеником гения, который обладал энциклоперическими знаниями и с удовольствием им делился другими». Так писал Лобачевский о Григории к Карташевскому. Николай Кюнг 1943 год, плен Бухенвальд. В конце лагеря много детей. Кюнг создал подпольную школу. 1 сентября 1944 года в бараке номер 8 начались занятия. Школа проработала 8 месяцев и за это время фашисты так и не узнали ничего об этой школе. Гайма Эскаланте попал в школу с необычаемыми детьми и доказал, что математике можно научить любого. Он отказался от стандартных и скучных брошюр и методик, а вместо них он приводил реальные примеры жизни. Его школа заняла четвертое место, уступив только двум элитным заведениям с математическим клоном в Нью-Йорке. И сейчас мы с вами переходим к следующему слайду о том, как надо быть бережным по отношению к нашим ученикам. Слова Гиппократа. Смотрите, какая статистика. Один человек из трех миллионов, совершающих воздушные перелеты, подвергается риску нанесения вреда. А во время получения медицинской помощи риску подвергается один сетка с трехсот пациентов. Но никто не посчитал, сколько людей подвергается риску педагогике. Пока таких данных нет. Но это не значит, что этого факта не существует. Мы с вами должны помнить о тех заповедях из категории не навреди. Не унижать, не конфликтовать, искать выход из любой ситуации, заинтересовать и научить, действовать творчески, не перегружать непосильными заданиями. На этом слайде представлен список литературы, который я рекомендую вам. Вы потом посмотрите, когда скачаете вебинар. И я хотела еще познакомить вас со своими книгами. Это технология игры, там расписаны сценарии дидактических игр. Педагогика сотрудничает, когда нравится учиться и учить, там тут же есть дидактические игры и большие приемы. Но, к сожалению, эта книга прошла по подписке в журнале «Директор школы», и сейчас ее трудно найти. Дидактический материал, эта книга посвятила тому, как учить работать с литературой. И совсем недавно вышла книжечка маленькая о приемах педагогической техники, которые я вела на курсах. Здесь отдельно стоит наш роман с сестрой, называется «Стравлеры». Если здесь все было в анализе современной дидактики, то в «Стравлерах» мы рассматриваем технологии и приемы общения людей друг с другом в художественной форме. советую посмотреть, если у вас появится интерес. Итак, мы с вами переходим сейчас к вопросам. Если у вас есть вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Но пока вопросов я не вижу, и тогда я вам дам ответ на тот тест Павлова. карась, если вы написали «Карась плавать чешуя» на одной строчке, на другой «Овца бегать шерсть», на третий «Орел летать перья», то вы левополушарный человек. Если вы написали «Карась овца орел» на одной строчке, на второй «Плавать бегать летать», на третьей «Чешуя», «Шерсть» и «Перья», то вы правополушарный человек. Если вы написали оба варианта, вы равнополушарный. Не согласны? Конечно же, все наоборот. Правополушарный это человек, который написал «Карась плавать чешуя», «Овца бегать шерсть», «Орел летать перья» это будет правополушарное. Итак, благодарю вас за внимание и приглашаю на курсы «Приемы педагогической техники и дидактические игры». С другим автором курса, кандидатом медицинских наук, доцентом Натальей Михайловной Шустиков, вы тоже уже познакомились, когда рассматривали подготовленные слайды для данной презентации. У меня все. к сожалению, вопросов нет. Благодарю вас за очень теплые слова. желаю вам удачи. Приглашаем вас на курс «Прием педагогической техники и дидактические игры». Очень приятно. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Здоровья вам. Хорошего дня. Продолжение следует... Если можно, ответьте на него или письменно в чате, или можно... Так, вопрос у нас касается... Да, приобретения книг. Приобретение книг? Какой книги? Я могу только посоветовать приобрести книгу «Страглеры», а остальные книги уже находятся в таком самостоятельном поиске. Хорошо. Спасибо. Тут вопрос. Вы не задали ни одного вопроса. Значит, мы потребители ни в коем случае. Мы не потребители с вами, мы с вами творцы. Мы творцы нового знания, мы творцы себя, творцы, которые помогают рождаться творцам в наших учениках, а потребители это не про нас. Больше нет вопросов? Да, пока больше нет. Педагогические приемы, прием педагогической техники это очень огромный пласт, и каждый человек вырабатывает его в своей мастерской. А педагогическое мастерство это, естественно, понимаете, не дается однозначно и сразу. К нему надо будет идти от приема к приему. Мы будем идти с вами к педагогическому мастерству, мы будем учиться понимать себя, других, понимать окружающий мир и становиться счастливыми. Спасибо вам большое за внимание. Если нет вопросов, я ухожу. Большое спасибо, Валентина Николаевна, за сегодняшний день.